так друзья всем добрый день давайте проверим картинку звук поставьте пожалуйста по 10-бальной шкале как не видно слышно хорошо все я вижу то что все все отлично картинка звук у нас все отлично работает мы с вами уже начинать запись на с вами пошла так еще раз всем добрый день доброе утро рад вас приветствовать на нашем традиционном вебинаре каждый месяц мы с вами собираемся в этой комнате для того чтобы подвести итоги месяца сегодня мы с вами будем подводить итоги ноября 2023 года и по традиции у нас наш вебинар будет состоять из двух частей в первой части мы говорим о том что в компании было в прошлом месяце куда мы дальше смотрим что мы дальше делаем и также во второй части мы отметим наших чемпионов мы отметим партнеров которые активно работали с партнерской программой с клиентами значит и закрывали какие-то новые статусы так давайте начнем вообще ноябрь у нас было рекордным это был самый результативный месяц 2023 года значит и у нас в ноябре состоялось очень несколько таких ключевых событий для нас начнем с того что в ноябре мы пробили планку в 7000 клиентов то есть это вот та планка которая нам долго не давалось и вот в ноябре у нас произошло это пробитие вот поэтому это была такая скажем там линия сопротивления если говорить трейдерским языком то сейчас это будет такая линия поддержки 7000 клиентов и уже от этой цифры мы можем двигаться дальше значит и причем 7000 клиентов вы знаете то что мы считаем клиентов одного клиента то есть один бренд один клиент то есть мы не считаем филиалы мы не считаем торговой точки и так далее то есть у нас есть клиент у которых стоит 100 филиалов 150 филиалов мы считаем как одного клиента понятно что если мы будем считать торговой точки если будем считать филиалы то эта цифра будет намного больше вот но вот наша система подсчета то есть одна компания один бренд один клиент для нас и вот на платформе на сегодняшний день уже более 7000 клиентов идем дальше еще цифра которая значит очень такая приятная для нас это в ноябре у нас мы пробили планку в 3000 активных партнеров то есть на платформе на сегодняшний день более 3000 активных партнеров причем то есть мы тоже долгое время у нас была цифра порядка 2 200 2 300 и вот в прошлом месяце мы дошли до 1000 до 3000 и это я так скажу это не столько за счет того что у нас было такое резкое присоединение хотя этой тоже вот но в основном эта цифра она создалась за счет того что у нас увеличивается ltv партнера то есть все больше и больше партнеров остаются они оплачивают обменскую плату и вот именно ltv вот это вот lifetime value нашего нашего партнера она становится больше то есть партнеров больше находится в компании вот и это тоже очень важный для нас показатель для важная для нас метрика так идем дальше что еще мы плавно подходим к цифре 36 миллионов то есть уже практически на сегодняшний день есть 36 миллионов скачиваний и среднем мы прибавляем где-то от 1 до 2 миллионов в месяц скачивания причем это вот такая органическая история то есть мы не делаем никаких специально действий мероприятий для увеличения количества очень то есть это просто продукт работает органика и таким образом мы от 1 до 2 миллионов прибавляем каждый месяц это говорит о том что в следующем году в 24 мы с вами пробьем планку в 50 миллионов то есть будет планка 40 миллионов и вот я думаю что второй половине 24 года мы с вами должны эту планку в 50 миллионов пробить 50 миллионов это но это уже очень большая цифра я помню мы с вами говорили про 20 миллионов когда у нас было 11 миллионов мы на итогах года говорили о том что было бы здорово сделать 20 миллионов вот сейчас мы с вами говорим о том что в следующем году у нас будет 50 миллионов скачиваний это очень это очень серьезный результат так идем дальше что еще что еще следующая тоже для нас нет метрика которая для нас тоже одна из ключевых это манфли актив users это мало я думаю что вы уже слышали это количество активных пользователей в приложении в месяц то есть мы смотрим количество пользователей которые заходили в приложении не просто заходили а конкретно что-то делали то есть это не просто открытие приложения а вот именно какое-то конкретное действие и именно уникальные пользователи то есть если пользователь один сделал например в течение месяца три действия мы считаем как и один то есть мы не считаем его действия то есть нам важно количество людей уникальных пользователей которые какое-то действие в приложении совершили и вот для нас это тоже Одна из ключевых сейчас метрик, мы ее замеряем, смотрим, мониторим ее, над ней работаем, и вот последние два месяца у нас был рост 4% по МАУ. Это тоже очень хороший показатель, 4%, учитывая такое большое количество пользователей, которые у нас на сегодняшний день есть, в количестве выражений этот рост очень большой. И МАУ влияет на финансовые показатели, оно влияет на эффективность рекламы, ну и вообще, в принципе, увлеченность пользователей в приложении. И работая над вот этой метрикой, мы сейчас тоже, у нас очень скоро выйдет множество приложений для пользователей, для конечных пользователей, которые тоже будут увеличивать МАУ. Вот, об этом мы, скорее всего, будем рассказывать на итогах года. Так, идем дальше. Ну и что у нас еще было в ноябре? Один из виновников вот всего вот этого ноябрьского результата, вот этого ноябрьского рекорда, это наше мероприятие, конечно же, UDS Day, на которое мы с вами все вместе хорошо сработали. Вот, я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы слышите и за то, что вы работаете на этом мероприятии. UDS Day – это онлайн-вебинар большой, на который мы работаем, и на который приходит большое количество гостей, и после него идет очень высокая конверсия. То есть, это очень высококонверсионное мероприятие UDS Day. Мы обычно делаем на него акцию, и потом, значит, после UDS Day еще неделю у нас работает акция, и мы вот замеряем, как правило, вот этот результат, который у нас был неделю после UDS Day. И у нас уже это очередной, по-моему, шестой, что ли, UDS Day мы проводили, и каждый UDS Day у нас был рекорд. То есть, каждый UDS Day мы ставили рекорд, все больше и больше и больше рекорд по количеству новых партнеров, то есть, по количеству присоединений новых партнеров. И вот этот UDS Day тоже не был исключением. То есть, вот в эту неделю, с 25 ноября, там, по-моему, по 3 декабря, когда у нас было вот это окно акции, у нас снова присоединилось самое большое количество партнеров за всю историю. Вот именно проведение UDS Day. То есть, это UDS Day был снова рекорд. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот этот инструмент, он будет дальше использоваться, и в этом году уже точно нет, в следующем году, в 24-м. И следите за, пожалуйста, анонсами, за новостями. Значит, когда вы услышите, что будет UDS Day, это говорит о том, что нужно на него очень активно готовиться и использовать этот инструмент на полную катушку. Потому что, еще раз, это на сегодняшний день один из самых высококонверсионных инструментов в компании. Им нужно пользоваться. Так, ну и, понятно, мы должны благодарить команду лидеров за то, что они его организовывают, за то, что они его продумывают. Спикеров, которые выступали, которые организовывали это событие. Вот. Мы все с вами должны быть им благодарны, благодарим их за то, что они вот этот труд проделали и были очень большим вкладом в наши с вами результаты. Так, идем дальше. Чем еще нужно сегодня сказать? О том, что мы каждый раз, на каждых итогах я говорю про событийную линейку. Вообще, событийная линейка и насыщенная, мощная событийная линейка – это показатели хорошей компании, именно которая работает в партнерских программах. Потому что, если в компании есть продуманное, насыщенное событийной линейки, это очень хорошо, потому что это очень мощный инструмент. Вот UDSD – это тоже был элемент событийной линейки, то есть, это было событие, на которое мы работали. Оно прошло, мы идем дальше. То есть, у нас есть следующее событие, какая цепочка, на нее нанизаны, то есть, такая временная цепочка, на нее нанизаны вот эти вот события, как мероприятия различные. И мы от мероприятия идем, от мероприятия до мероприятия. То есть, у нас мероприятие заканчивается, мы смотрим дальше, какое есть событие, и работаем на него, и понятно, что в идеале мы должны его посещать. Вот следующее событие, которое есть у нас и которое организуется команда лидеров – это школа бизнеса. Она состоится 9-10 декабря в Москве. Это оффлайн мероприятие, не онлайн, а оффлайн, то есть, это то, куда можно поехать, нужно поехать. Это будет в Москве. 9-10 декабря – это последнее оффлайн мероприятие в этом году. Что такое школа бизнеса и чем она отличается от других мероприятий? Как правило, школа бизнеса – это мероприятие, где очень много практики. То есть, там минимум теории, то есть, какая-то базовая теория, и потом началась практика. И вот в школе бизнеса там такой концентрат практики постоянно. То есть, это работа в группах, работа в парах, работа с кураторами, работа с топ-лидерами компании. То есть, теми людьми, которые прямо сейчас здесь, сейчас на острие, у которых есть результаты, и вот они вот этим опытом делятся. И мы с вами прекрасно понимаем, что просто получение информации – это очень мало. То есть, это практически на жизнь не влияет. То есть, когда вы там чему-то обучаетесь, ходите какие-то, проходите курсы или читаете какую-то книгу там и так далее, практически на жизнь это не влияет. Это просто сбор информации. Мы начинаем себя менять, свои привычки, начинаем как-то личностно расти только через какие-то конкретные действия. То есть, если вы какую-то книгу прочитали и ничего в жизни не внедрили, то есть, не сделали какое-то действие, потому что именно только через проживание опыта мы можем меняться. То есть, через проживание опыта мы что-то понимаем. Вот. То есть, вы можете, не знаю, там, пять лет учиться, вам могут рассказывать о том, какой кислый лимон. Вот. Но если вы его не попробуете, не сделаете действие, никогда не сможете понять это, как это происходит, что это такое. То же самое здесь. То есть, учиться хорошо, но если мы не внедряем это в жизнь, если мы не встаем после этого сразу и не делаем какие-то конкретные действия, это все не имеет абсолютно никакого значения. В жизни это на жизнь не влияет. Вот. Поэтому очень важна всегда практика. то есть, вы что-то услышали, какую-то интересную мысль и так далее, нужно всегда думать, как я это могу в жизни применить, как я это могу внедрить, или что я теперь буду делать по-другому, то есть, именно делать действия, какие я буду делать действия. И вот школа бизнеса, она как раз таки на этом построена, для того, чтобы вшивались навыки правильной работы с клиентами, навыки продаж, навыки переговоров и так далее. И школа бизнеса – это такая очень большая школа, это не только для того, чтобы вы были в бизнесе успешно. То есть, те навыки, которые человек получает вообще вот в нашей системе обучения, эти навыки, они очень сильные ему потом помогают в жизни, в работе, в взаимодействии с людьми и так далее. Вот, поэтому, если у вас, то есть, для того, чтобы попасть на школу бизнеса, нужно иметь открытый, либо подтвержденный в этом спринте статус ключевого менеджера. Это очень простой статус. Если он у вас есть, вам обязательно нужно поехать на эту школу, потому что, еще раз, эта школа, она, эти навыки, которые вы там получите, и самое главное, не услышите про эти навыки, а вы именно, у вас будет возможность их отработать, то есть, ну, скажем так, вшить в себя, то есть, ну, как бы, скажем, там, установить программу, значит, какого-то определенного навыка, то есть, например, переговоры, то есть, вы услышали материал и потом пошли с другими ребятами его отрабатывать, то есть, вы начинаете какие-то слова говорить, вы начинаете как-то по-другому смотреть, вы начинаете быть более убедительными и так далее. И когда вы это делаете, проговариваете, именно в практике вас это встраивается, вас это вшивается на уровне тела, тело начинает запоминать, начинает таким образом взаимодействовать с другими. Поэтому, если у вас есть этот статус, вам нужно обязательно туда поехать. То есть, это, еще раз, не только будет влиять на ваш бизнес, это, в принципе, может оказывать влияние на вашу жизнь, станет всю жизнь более эффективным. Вот. Если у вас нет этого статуса, то есть время, буквально пару дней для того, чтобы, два-три дня для того, чтобы этот статус сделать. Он очень простой, статус ключевого менеджера. Можете обратиться к своему куратору, спросить, как это сделать, сделать этот статус и поехать в Москву. 9-10 декабря. Такие школы, они проводятся не так часто. То есть, следующую школу придется ждать очень долго. Вот. Поэтому сейчас есть очень хорошая возможность на эту школу поехать. И, еще раз, не просто получить знания, а именно наработать, то есть, с навыками. Причем вы будете работать в команде с теми людьми, которые прямо здесь, сейчас, в компании, создают очень большие результаты. То есть, вот даже невербально, когда вы будете смотреть, будете считывать, будут работать зеркальные нейроны, тоже об этом знаете, у вас все равно будет вот это вот перепрошиваться, будете перепрошиваться. Вот. Поэтому это очень сильное событие, которое нас с вами всех ждет. Еще раз, 9-10 декабря, это вот эти выходные в Москве. Вся информация есть в телеграм-канале компании. Можете сейчас зайти, отлистать наверх. Там несколько постов. И будет вся информация по школе бизнеса на этих выходных. Так, идем дальше. Что дальше еще нас ждет в нашей событийной линейке? Значит, у нас еще 20 декабря наш департамент по развитию продукта делает форум. Называется UDigital Forum. Что это такое? Вот мы с вами говорили про UDS Day. UDS Day – это событие, которое, еще раз, высококонверсионное. Оно онлайн, такой большой вебинар. Значит, и оно в основном, то есть, мы там говорим о продукте, но оно в основном, там акцент делается на партнерскую программу, на бизнес-возможность, которая в компании есть. И вот департамент по развитию продукта делает такой же, скажем так, UDS Day, только с акцентом на продукт. То есть, там будет информация только о продукте, о возможностях продукта, значит, и акцент именно на клиентов, то есть, на потенциальных клиентов. Туда можно вообще, в принципе, и потенциальных, и действующих клиентов приглашать, приглашать, потому что действующие точно для себя, там, какую-то информацию новую получат, вот, укрепятся в продукте. Значит, и 20 декабря информация тоже сейчас, анонсы уже начнутся. Также через кабинет UDS School можно будет делать ссылки, давать своим клиентам и приглашать их таким образом. То есть, будет работать та же самая механика, которая у нас с вами была на UDS Day. Значит, и еще раз, это, скажем так, UDS Day только именно с акцентом на продукт, на продажу продукта, на продажу лицензии. Значит, и будет очень интересно потенциальным и тоже действующим клиентам. Тоже то, на что нужно будет сработать. Очень скоро у нас будут начнутся анонсы этого события. Идем дальше. Дальше, важное, ну, это самое важное событие в нашей событийной линейке, итоги года, 3-4 февраля, в Ego City Hall мы с вами соберемся для того, чтобы подвести итоги 2023 года. Это очень хороший год, мы еще его продолжаем, у нас еще, я думаю, еще будут хорошие результаты. Вот, это очень хороший год, и мы будем подводить итоги этого года, мы будем награждать самых активных партнеров. Вот, и что еще важно, нас с вами ждет выступление администрации. Ребята из главного офиса будут рассказывать о новшествах. У нас есть несколько интересных обновлений в продукте, ну, скажем так, новых фич, новых возможностей, и мы будем об этом рассказывать. Есть одна возможность, которая, скажем, одна новая фича, которая, вот, на мой взгляд, она очень сильно расширит воронку клиентов наших. То есть, еще больше продукт станет, продукт станет еще более интересен большому количеству клиентов. То есть, мы добавляем, то есть, там будет добавление нового функционала. Этот функционал, он, скажем так, еще более мы станем интересны клиентам по рынку. То есть, по сути, как вот мы говорили, то, что мы хотим закрыть вообще всю лояльность, то есть, UDS, это вообще про все, то есть, всю лояльность абсолютно. Вот мы вот к этому, в этой стратегии сейчас движемся, идем, и вот будем представлять новые обновления, дополнительные возможности продукта. Вот, значит, еще раз стратегия всю абсолютно лояльность закрыть. Чтобы человек вообще ничего не искал, чтобы вообще никуда не ходил. Вот, если он думает о системе лояльности, он знает, что есть UDS, значит, приходят у нас вообще все абсолютно инструменты есть. Вот, у нас будет как раз-таки анонс, мы будем объявлять. Более того, я так полагаю, что мы их успеем уже зарелизить, и там не нужно будет ждать этот продукт, то есть, мы о нем расскажем и, значит, обновим, и он появится, и вы уже сможете после мероприятия уже этим пользоваться. Вот, итоги года, 3-4 февраля. Еще раз, это самое главное событие, на котором нужно быть обязательно. И всем партнерам действующим и потенциальных гостей тоже мы туда приглашаем. Так, идем дальше. После итогов года сразу же, вот мы 3-4 февраля у нас по итоге, и 5 февраля мы вылетаем на лидерские каникулы. У нас будет лидерский выезд с 6 по, то есть, получается, 5 мы улетаем в Дубай, и с 6 у нас уже начинаются там активности. Значит, лидерские каникулы, чтобы попасть на лидерские каникулы, тоже есть условия в этом спринте, по-моему, от трех региональных менеджеров в течение спринта, либо один статус директора, то есть, это либо открыто, либо подтверждено. Вот, тоже вся информация у нас есть в канале, как попасть на лидерские каникулы. Лидерские каникулы – это вот прям собираются все самые-самые топ-топ активные партнеры, причем партнеры, которые именно вот в этом спринте работали, то есть, не партнеры, которые когда-то сделали какой-то результат, и вот у них есть статус, и они, значит, с помощью этого статуса уезжают, нет. То есть, туда приглашаются именно те активные ребята, которые вот активно работали в спринте. И вот это такой концентрат ребят результативных будет. И, то есть, это в основном лидерские каникулы – это такая большая лидерская тусовка, это много всяких мероприятий развлекательных, ну и будет тоже обучение. То есть, обязательно будет обучение, где мы в основном на этом обучении, мы с ребятами разбираем какие-то такие жизненные вопросы, какие-то философские вопросы. Вот, то есть, понятно, что мы это каким-то образом привязываем к бизнесу, но в основном это такие вот уже такие более глубокие моменты. Вот, и это обучение, оно всегда, действительно, открывает какие-то новые горизонты. Поэтому тоже у нас у всех есть возможность сделать статус, выполнить условия и быть на этих лидерских каникулах в феврале. Ну, здорово. То есть, мы собрались в Москве, отметили итоги, значит, отметили самых активных партнеров, значит, узнали все самые лучшие новости, классные новости, и на следующий день полетели в Дубай в тепло. Так, и что еще? Еще что нужно сказать, да, каждый вебинар я буду об этом говорить, и мы в каналах тоже об этом постоянно говорим, и вы тоже, пожалуйста, предупреждайте своих клиентов, у нас с 1 февраля 2024 года будет повышение абонентской платы. То есть, все абонентские платежи увеличатся на 10 условных единиц, то есть, это на 800 рублей. Вот, и мы уже объясняли то, что за 9 лет работы, это у нас второе, по сути, повышение, вот, как бы все нормально, то есть, рыночная экономика, инфляция, это нормальный абсолютно процесс, вот, и мы этим не злоупотребляем, понятно, но, как бы, есть определенные там события, ситуации, которые на нас влияют, и мы уже, как бы, не можем поддержать, мы вынуждены тоже идти из-за этой инфляции и повышать цену. Поэтому, причем, почему мы об этом постоянно говорим, чтобы у наших партнеров была возможность до 1 февраля сохранить старые цены. То есть, все клиенты, которые до 1 февраля оплатят годовую абонентскую плату, у них весь год, еще весь 24-й год, они могут работать по старым ценам. Несмотря на то, что с 1 февраля будет повышение, те, кто оплатили годовую абонентскую плату, у них, значит, будет возможность по старым ценам еще весь год проработать. Поэтому скажите, пожалуйста, своим клиентам, чтобы они имели в виду, до 1 февраля эта возможность есть. Хорошо. И нам нужно отметить ребят, которые в прошлом, в ноябре, активно работали. И начнем, давайте, со статусов. Отметим тех партнеров, которые закрыли новые статусы. Все это новые статусы. Мы с вами начнем с ключевого менеджера в ноябре. Так, мы поздравляем. Юлия Коробова, Марина Поздеева, Екатерина Шестакова, Анна Лазаренко, Николай Иванов, Галина Забазнова, Владислав Невструев, Екатерина Загребина, Алина Иванова, Маргарита Поспелова, Елена Шаргородская, Юлия Гусева и Екатерина Агафонова. Это статус ключевого менеджера в ноябре. Идем дальше. Статус регионального менеджера. Владислав Гусар, Нургуяна Петрова, Татьяна Никиты Бугровы, Павел Барсуков, Ирина Петровская и Ольга Калядина. Статус регионального менеджера. Идем дальше. Статус директора в ноябре. У нас два новых директора. Алия Игорь Петровы и Таисия Карасева. Статус директора. Дальше. У нас в ноябре два новых региональных директора. Александр Староверов и Равиль Исурья Хосянов. Вас поздравляем. И в ноябре у нас появился новый вице-премьер. То есть это статус, который, скажем так, есть премьер, есть вице-премьер. То есть, значит, номер один, вот второй статус нашей карьерной лестницы. Вице-премьер мы поздравляем Валерии Ольшанске. Причем Валера каждый месяц закрывает новый статус. Идет очень активно вверх по карьерной лестнице. Вот. И Валера нужно закрывать премьера. То есть в этом спринте нужно обязательно закрыть премьера. И 3-4 февраля мы тебя будем качать на руках. Наверное. Валерий Ольшанский, вице-премьер в ноябре. Поздравляем Валерии с суперрезультатом. Так, идем дальше. Значит, также нам нужно отметить и ребят, которые активно работают с партнерской программой и у которых появилось два и более активных партнеров в ноябре. Значит, я не буду сейчас читать список тех, у кого два партнера, потому что список огромный. То есть огромное количество людей у нас в ноябре выполнили бонус масштабирования. И это правильно, это хорошо. То есть у нас есть бонус, который поощряет, наверное, самое правильное действие в компании. Это когда каждый месяц у вас появляются два новых партнера. То есть это нормальный ритм, нормальная скорость, неважно какой пакет. Главное, что у вас в команде есть два новых партнера каждый месяц. Два новых партнера, два новых партнера, два новых партнера. И в ноябре огромное количество людей, то есть большой список, мы не будем сейчас его читать, потому что очень долго. Я хочу отметить людей, которые от трех и выше, три партнера и выше. Значит, в ноябре три новых партнера в первой линии появились у Артема Кабана, Татьяна Танаян и Чайганма Колымнол. Я надеюсь, правильно я назвал. И четыре новых партнера Анастасии Сысоева. Четыре новых партнера. Это те ребята, которые выполнили статус, ой, бонус масштабирования. Я думаю, уже произошли у нас уже выплаты. Вот. И большое количество партнеров сделали этот бонус. И также хочу отметить ребят, которые активно работали с клиентами. Хочу отметить партнеров, у которых появилось по трех клиентах и более в ноябре. Значит, три клиента в ноябре Андрей Зайцев, Алиса Степанюк, Мария Наследова, Армен Пайталов, Олег Швыченко, Лариса Нечепурнова и Сабир Харидин. Идем дальше. Четыре партнеров в ноябре, ой, четыре новых клиента в ноябре. Андрей Куренков, Наталья Родионова и Ольга Махалова. Идем дальше. Пять новых клиентов в ноябре. Николай Куликовский, Сезар Рубанович и Лисан Сабагинова. Пять новых клиентов. Идем дальше. Шесть новых клиентов в ноябре. Даниил Голуб и абсолютный чемпион в ноябре. Максим Исей в 12 новых клиентов. Максима за месяц 12 новых клиентов. Тоже супер жидко. Ну, Максим у нас последний месяц. У нас вообще никакой интриги. Максим постоянно на первом месте с очень хорошим апрелом. Так, и что еще нам нужно сделать? Нам нужно отметить гонка городов. Топ-10 городов по работе с клиентами и по работе с партнерами. Начнем топ-10 по клиентам. Десятое место Бишкек, девятое Перми, восьмое Омск, седьмое Улан-Удэ, шестое Тюмень, пятая Самара, четвертое Санкт-Петербург, третье место Иркутск, второе место Якутск и первое место город Москва. Причем вот первая тройка Москва, Якутск, Иркутск. Там небольшой отрыв. Вот. И в течение там месяца эти позиции могут меняться. То есть города могут то есть двиняться. И по партнерской программе. Десятое место Самара, девятое Тверь, восьмое Ишкар-Ола, седьмое Сургут, шестое Санкт-Петербург, пятая Тюмень, четвертое Южно-Сахалинск, третье Иркутск, второе Якутск и первое место город Москва. Та же самая тройка лидеров по партнерской программе. Ну и понятно, что если город работает хорошо по партнерской программе, у них все хорошо с клиентами. И наоборот. Вот. И тут тоже небольшой отрыв в этой тройке лидеров. Поэтому лидеры могут меняться. То есть эта тройка, она может еще, мы можем к концу года, лидеры может поменяться. Первое, второе, третье место. Будем смотреть, будем наблюдать. Интрига сохраняется у нас. Так, ну все. В принципе, это вся информация на сегодняшний день. Еще раз хочу всех благодарить все наше партнерское сообщество за этот ноябрь. ноябрь был очень хорошим месяцем, реликтативным. Ну, то есть он был рекордный месяц. И мы с вами сделали очень много, пробили ключевых показателей по клиентам, по партнерам. Рекордное присоединение новых партнеров. В общем, все очень хорошо. В продукте тоже очень все хорошо. Вот. Большой-большой благодарность нашему партнерскому сообществу за эти результаты. На этом у меня все. Я вас благодарю за внимание и до встречи на следующих итогах. Все. Всем пока.